Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша тема психотипа на работе, кому какой психотип подходит для выполнения той или иной работы и как они себя будут вести. В общем, смотрите, решил я сделать этот видеоролик именно таким. Сначала думал записать его в шуточном формате, как я делал два видеоролика. Это 8 психотипов, и 8 психотипов выбирают мобильник, и просто 8 психотипов. Но, в общем-то, в таком веселом формате не получится его сделать, потому что нужно дать очень много информации, пришлось бы задействовать кучу людей, там какой-то интерьер. У меня нет сейчас такой возможности, и, соответственно, решил я с вами вот в такой беседе поговорить с глазу на глаз и выдать как можно больше всего информативного и интересного приступа. Начнем с истерика. Смотрите, истерики любят себя демонстрировать. Если это работа какой-нибудь моделью девочек работает, если это работа какая-нибудь в сфере рекламы, когда она должна что-то рекламировать, хвалить, вот как девочки делают в Инстаграме, если эта работа, ну, связана с каким-то, в общем-то, промоушеном и привлечением внимания, даже если она просто стоит за стоечкой и что-то там продает у нее, это может, в принципе, получиться. Но если это задачи, связанные с аналитикой, с тем, что она должна долго сидеть и анализировать, перерабатывать какую-то информацию, если это высокоинтеллектуальная работа, то истероиду очень сложно выполнять такую работу. Они, как правило, не усидчивы. Они не могут долго сидеть и изучать что-либо. Но, опять же, это будет зависеть только от их интеллекта. Конечно, высокоинтеллектуальный истероид, он будет лучше справляться с работой, но даже высокоинтеллектуальный истероид, ему проще взять и скопировать просто какую-то модель поведения. То есть, что-то изображать он может, но что-то сделать с нуля, или как-то проявить, так скажем, задачи, где нужно подумать и придумать какой-то необычный способ решения этой задачи, или строго действовать к какому-то распорядку. Это будет очень сложно для истерика. Для него проще скопировать какую-то простую модель поведения, исследовать ей. На работе он может показывать максимальную заинтересованность в работе. Он может демонстрировать, конечно, в себе все те качества для работы, которые необходимы. Допустим, вы берете его на работу, и вы говорите, тут нужно быть юристом, тут нужно ходить по судам, еще что-то. Он может придумать кучу, в общем-то, каких-то историй. О том, какой он замечательный юрист, он придет в дорогом костюме обязательно. Вы подумаете, что, ну, чувак в дорогом костюме, значит, он заработал, наверное, он хорошо зарабатывает, да? Допустим, в чем-то разбирается. Ну, к примеру, нанимаете адвоката там. Попался адвокат истерик. И вот он вам вообще лапши на уши навешивает, что он суперграмотный специалист. А на самом деле... Что, черт подери, с тобой происходит? В общем-то, когда он будет изучать дело, ну, выяснится, что специалист, в общем-то, он не очень. И будет говорить он какими-то заученными тезисами просто. Вот, и до дела, до принятия каких-то весомых действий, аргументов, фактов, да, не дойдет. То есть он очень грамотно, истерик может делать вид, что он чем-то занимается, но по факту не заниматься делом вовсе. Поэтому, соответственно, очень аккуратно будьте с истериками. Они, как правило, на работе создают кучу пафоса, кучу эффекта такого, да, что они работают. Но по факту качественно производить свою работу, если она сложная, они не могут. Так что им лучше дать простое задание, простую схему действий, и чтобы они ее выполняли. Смотрите, следующий психотип – это нарцисс. Нарциссы могут выполнять работу руководителя, нарциссы могут выполнять работу и промоушена какого-то рекламного. И, в общем-то, они достаточно пластичны своей работе. Они могут, в принципе, следовать каким-то инструкциям. Не так точно, конечно, как эпилептоид, но могут. Вся опасность нарцисса в том, что он является неформальным лидером, скрытым. И он в любом случае, в силу своего психотипа, будет следовать своим скрытым каким-то целям. Он может подворовывать на работе, особенно все, что связано с бюджетом, с руководством крупных компаний. Это очень зачастую случается. То есть он всегда строит какие-то схематозы, такие тайные. То есть он тайно начинает манипулировать людьми. Он может ввести вас в заблуждение, поссорить вас с сотрудниками, настроить сотрудников против вас, а вас против сотрудников. То есть он всегда будет плести какие-то интриги. Это будет происходить независимо от того, хорошо вы к нему относитесь или плохо. Это просто тип личности. Чем умнее он, чем выше его интеллект, тем более явно, точнее тем неявнее он будет делать все эти манипуляции. Чем глупее, тем более явно будут его манипуляции. Но в целом нарциссы очень сложно раскрыть. Поэтому будьте аккуратны с нарциссами. То есть в целом это люди, которые, они как истерики. Они могут себя хорошо продемонстрировать, могут себя хорошо зарекомендовать. И даже могут хорошо выполнять работу, в отличие от истериков. То есть у них по стабильнее в этом плане психика. Они чуть поболее усидчивые. Но самое страшное, что в принципе он может очень сильно навредить вашей организации. Вплоть до того, что он может разрушить ее. Поэтому с нарциссами, если бы, допустим, я принимал на работу нарцисса или у меня работал нарцисс, я бы был очень аккуратен. То есть можно получить гораздо больше вреда и минусов, чем плюсов. Основная, ну основную задачу нарциссы могут, конечно же, выполнять. Им будет нравиться такая работа, где они будут доминировать. Где они будут на посту руководителя. Где у них будет какая-то маленькая власть. Они будут всегда стремиться к этой власти. Вот, может быть, даже не маленькой. Они будут очень хорошо умеют выслуживаться. Они очень хорошо умеют запудрить мозги своему руководителю. Особенно, если руководитель эпилептоид, и он просто вот так прямолинейно сделал, не сделал, было, не было. То есть нарциссу не проблема выполнять все поставленные перед ним задачи. Но другое дело, что для него проблема вести себя честно и не манипулировать людьми. Поэтому с нарциссами будет все неоднозначно. Если вы увидели, что человек претет какие-то интриги на работе. Если вы увидели, что что-то здесь не чисто. Что он не совсем искренний перед вами. Задумайтесь, возможно, он нарцисс. И нужно его дополнительно протестить. Иначе, если выяснится, что он нарцисс, а вы доверили ему какую-то важную информацию. То он может вас очень жестко кинуть. Смотрите, следующий психотип – эпилептоид. С эпилептоидами все очень хорошо в плане работы. То есть эпилептоид может выполнять как простую работу, перед ним поставленную, так и может выполнять сложную работу в плане руководителя и так далее. Он тоже любит выслуживаться, но услуживается он, как правило, делами и четко выполненными его задачами. Какой минус у эпилептоидов? Если вы ему поставите какую-то непонятную задачу, то он ее выполнить не сможет. То есть эпилептоиду нужны очень чуткие инструкции. Все, что выходит за рамки его инструкций, он будет ориентироваться сложно. Он, конечно, в силу более высокого интеллекта может ориентироваться лучше, в силу низкого интеллекта он будет ориентироваться хуже. Но если вы даже самому глупому эпилептоиду дадите точную инструкцию, как нужно делать, он ее выполнит, поверьте мне на слово, он ее выполнит идеально, просто идеально. Вы посмотрите описание типа личности еще раз. Это идеальный сотрудник, который будет строго придерживаться порядка расписания работы организации. Он всегда будет приходить вовремя на работу. Он всегда будет идеальный порядок на столе и на его рабочем месте. Это очень важный признак эпилептоида. Вот это что такое? Я делю скрепки по размеру, цвету, назначению. Конечно, из-за того, что эпилептоиды любят власть и контроль, где они лучше всего будут эффективны? Это, конечно, органы МВД, ФСБ какого-нибудь. Они их прекрасные врачи. То есть там, где есть четкие инструкции, четко поставленные цели и там, где нужно контролировать других людей. Превосходно справляются с этой задачей. Следующий психотип – это шизоиды. Чем шизоиды отличаются? Вот смотрите, прямо на фоне эпилептоида полная его противоположность. Во-первых, он не может выполнять четко поставленных инструкций. Во-вторых, для него будет очень сложно следовать какому-то распорядку, просыпаться рано утром, сдавать его вовремя работу. Он всегда весь в каком-то своем внутреннем мире, своих каких-то фантазиях, мышлениях и так далее. Он может очень сильно отвлекаться на какое-то его хобби, увлечение. Это научная работа в стихах. Он имеет такой несколько непрезентабельный вид. То есть это всегда немножечко неряшливые люди. Это всегда очень может быть какая-то креативная внешность или просто неаккуратная внешность. Поэтому если вы его сажаете общаться с людьми, ну представляете, к такому человеку на консультацию приходит эпилептоид, который привык видеть всегда аккуратных людей, с четко структурированной речью, грамотной. Соответственно, такой, конечно, человек будет отпугивать, отпугивать массу основной клиентов, особенно у нас успешные богатые люди, это эпилептоиды или парноялы. Соответственно, они будут видеть такого консультанта, ну и что они о нем будут думать, что он неквалифицированный. Но если вы шизоиду ставите задачу какую-то, ну допустим, это выполнять какую-то творческую работу, нужно нарисовать какой-то веб-дизайн, что-то такое необычное придумать, они прекрасные программисты, когда нужно придумать креативный какой-то код, решение какой-то задачи, обойти какую-то ситуацию в плане техническом бывает вопросе, придумать какое-то вот такое незаурядное решение вопроса, все, что связано вот с фантазией, с проявлением творчества, это к ним. Это просто по волшебству работает очень идеально. То есть, в каком плане? То есть, ему нужно написать какую-то картину, допустим, или рекламу какую-то придумать. Вот в этом плане, если шизоид высокоинтеллектуально развитый, он будет идеально справляться. Ему не подходит работа, связанная с, соответственно, выполнением каких-то четко поставленных структурных задач. Подходит работа очень творческая. У меня есть яркий пример в жизни шизоида, моего приятеля, знакомого. Он работает, точнее не работает, он получил образование историка, высшее МГУ, закончил на отлично. Заметьте, бывает, шизоид очень хорошо учится. Ну, может и плохо учиться, это как бы не факт. Но он не может приходить рано утром на работу. Он не может выполнять задачи по отчетности. Не говоря уже о том, что он не может вот эти вот даже мелкие какие-то интриги в социуме, там как-то у них социализация очень большая проблема. То есть, он не может работать в больших коллективах, когда нужно взаимодействовать с большими коллективами. Поэтому с таким прекрасным золотым дипломом, имея очень высокий интеллект, я просто преклоняюсь перед его интеллектом. Это просто кладезь. Он работает то сварщиком. Ну, он выучил там эту профессию. Он занимается там творческими какими-то штуками, типа поделок каких-то там из дерева что-то делает. То есть, он вот реализовал себя в виде такого прекрасного мастера. У него мастерская, он там работает один, он такой интроверт, он делает там разные такие вещи очень уникальные. Своими руками ручная работа. То есть, понимаете, видите, какая работа подходит шизоидам. Он должен работать один и выполнять какую-то творческую задачу. Он прекрасно с этим справляется. В общем-то, вот такие вот у нас шизоиды. Следующий тип личности – это эмотив. Ну, эмотивные, они, как правило, очень редко попадают с чистые типы. Они бывают смешанные. Смешанные с эпилептоидом, шизоидом, там кем угодно. Шизоиды бывают очень часто эмотивные. В чем характеристика эмотива? Ну, конечно, если он ближе к чистому типу, да, представим, ну, он, как правило, и выбирает себе работу, связанную с какими-то эмоциями, да. Но эмоции все эти, как правило, ну, вот в чистом виде, если брать среднестатистического эмотива, да, это все завязано на каких-то фондах, на помощи ближним. Очень часто они тоже становятся врачами. Среди медсестер очень много эмотивных женщин, которые помогают. Вся эта история с Красным Крестовым, с помощью пожилым и так далее. Вот где эмотивы работают. Если к вам устраивается на работу эмотив, на какую-то простую работу, менеджеры и так далее, его можно вполне брать. Он будет справляться с своей работой, но он плохо будет справляться с работой, где-то что-то нужно впарить или продать, там, допустим. Или где могут быть какие-то интриги, ни в коем случае, там, в политике он не будет работать, не сможет просто, он даже уйдет, он не выдержит. То есть психика у них достаточно слабая, то есть они не выдерживают какого-то такого прессинга глобального, да. Вот, ему очень сложно будет работать в органах, вот, работать в организации, где нужен какой-то четкий контроль, как у Пилиптоя, кого-то взять, законтролировать. Ну, какую-то простую, несложную работу он может выполнять. Они очень исполнительны, соответственно, если нужно вести отчетность и так далее, в принципе, если ему нравится, как бы, понимаете, в них же все на эмоциях. То есть если вы показываете ему, что вы его, грубо говоря, любите, да, как сотрудника, вы его хвалите, он будет стараться, он будет служить. Ему не нужно продвижение, он будет выслуживаться не за то, чтобы как-то, допустим, заработать денег, да, подняться по карьерной лестнице. Ему это ничего не нужно. Его основная мотивация – это похвала. Это те люди, которые работают за похвалу. Вот такие вот и мотивы. Ну, идеальный список профессий – это все, что связано с помощью людям, где его будут хвалить. То есть его будут хвалить в каком плане? То есть ему будут сопереживать, он будет сопереживать. То есть это не такая похвала, как у истероида, да, или у нарцисса, когда их возносят. Это вот эмотивная отдача. То есть то, что я помог. Вот человек был в сложной ситуации, а я взял ему и помог такой вот, как бы, героем немножечко, да, внутри. Вот. Но, в принципе, это очень неплохие, добрые и отзывчивые люди. Так что можно вполне их брать к себе на работу. Пишите мне сами, исходя из того, что я вам наговорил, какие вы профессии, думаете, какой психотип справится с этими профессиями, какой нет. Я чуть позже, может быть, отвечу вам в комментариях или даже сниму отдельный видеоролик, правы вы или нет. Ну и вообще пишите ваши вопросы. А я жду вас на своих консультациях по скайпу, ну и в других социальных сетях и в месседжерах, на консультациях онлайн. С вами был Крафцев Сергей, Medical Fitness. Спасибо, что подписались на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok